Линию ты должен был увидеть и вести по линии. Если смотришь, что ты балл привел, значит остановился, повел в обратную сторону. Все, пошли. Жаркие баталии разгорелись в Альбатросе. В спортивном зале сошлись команды юных баскетболистов-любителей. Не из каких-то команд баскетбольных нашего города, а из школ. То есть, что могут наши балаковские школы. Сейчас множество ребят просто хотят выходить на баскетбольные площадки и играть. И это традиционные соревнования проекта «Планета баскетбола. Оранжевый атом», который уже третий год проводится в Блакове. Участники – обычные школьники, и не каждый из них занимается в профессиональной секции баскетбола. Многие просто увлечены этим видом спорта. Баскетбол для меня – это искусство, которое поддерживает мое эмоциональное состояние. Это моя любимая секция. Я уже как полгода хожу. Ну, смысл жизни, да. Баскетбол – это мой любимый вид спорта. Обожаю его. Баскетбол – это основной вид спорта для меня. Соревнования третья или четвертая, наверное. Баскетбол для меня, как сказать, дополнительные тренировки. За своих воспитанников переживают учителя физкультуры. Они стараются уделять баскетболу больше времени на уроках, потому что знают – этот вид спорта становится все более популярным. В него играют на всех спортивных площадках города. А значит, будущее у «Оранжевого атома» есть. Баскетбол набирает популярность. Я вот приезжий человек сюда, и мне рассказывали, что в Балаково был хороший баскетбол. Хорошие были команды. Играли на уровне области, на уровне России играли команды из Балакова. А теперь потихонечку начинается возрождение. А толчок в развитии баскетбола в Балакове произошел около трех лет назад, когда «Атомщики» начали реализовывать в нашем городе социально-спортивный проект «Планета баскетбола – Оранжевый атом». На тот момент он уже работал в некоторых городах присутствия предприятий «Росатома» и прекрасно себя зарекомендовал. Поэтому и в Балаковских школах восприняли эту идею на ура. Баскетбол благодаря «Росатому» у нас начал развиваться позапрошлого года, потому что они вкладывают в это и средства, и все усилия, и чтобы построили нам очень хороший стадион, чтобы баскетбол у нас в Балакове развивался. Каждый раз соревнования «Оранжевый атом 4 на 4» проводятся по разным возрастным группам. В этом турнире состязались ученики пятых, шестых и седьмых, восьмых классов. Правила простые, но результат зависит от каждого. Вначале играют девочки против девочек из одной школы, то есть по четыре человека в каждой команде. Первые играют девочки, потом мальчики, и баллы, очки суммируются в группу за две игры. По четкости движений сразу понятно, кто из участников давно увлекается баскетболом, а кто только начал постигать правила игры. Но во время соревнований ребята становятся одной командой. Все зависит теперь только от них, с каким усердием они будут заниматься, от посещаемости, от желания. Но я думаю, что эти соревнования вдохновляют их на дальнейшие тренировки. Они видят, стремнуются с другими детьми, видят их уровень и стремятся также повысить свой. Сезон баскетбола в Балакове открыт. Впереди еще множество мероприятий. Так, любители этого вида спорта ждут Олимпийские дни баскетбола, которые пройдут 4-5 мая на стадионе гимназии номер 2. На мероприятии пройдет награждение работников школ в номинации за здоровый образ жизни, показательные игры, а также награждение победителей и призеров чемпионата планета баскетбола «Оранжевый атом».